Здравствуйте дорогие друзья. С вами опять я Андрей Некряхин. Сегодняшний урок мы будем посвящать созданию Skybox. Мало что об этом говорится, мало информации на эту тему, поэтому я решил с вами передалиться, как создаются Skybox и применим ее на практике. На этом нам понадобится Photoshop, 3ds Max и сам SDK. Давайте для начала нам нужно найти фотографии, первым делом можно уже взять готовые. Вот если мы наберем в интернете небо HDRI. Здесь можно зайти на сайт и уже скачать готовые исходники в формате HDRI. Специально уже подготовлено и сделано. Нам останется только их наложить на модель и визуализировать, создав текстуру Skybox. Либо нужно просто скачать фотографии неба, которые вы хотите сделать. Панорамы вокруг, которые идут. Можно посмотреть это в картиночках и выбрать себе что-то подходящее. Фотография определенная. Вот такого стиля и плана. Итак приступим. Будем считать, что у нас она уже скачанная. У меня есть такая фотография уже я нашел в интернете. Скачал и все. Вот так запускаем наш Adobe Photoshop. Мы сейчас попробуем с вами сначала создать эту текстуру для начала. А потом уже попробуем использовать готовое. Так что нам нужно для этого. А если мы сейчас с вами подкроем 3ds Max. Вот. На боксе никогда не делается визуализация рендера. Саму кулу Max только на shape. На сфере делается. Так давайте с вами создадим shape сферу. Вот. Поставим ее с вами в центр. Вот. Так она готова в центре. Если мы с вами применим нашу текстуру наложим, которая сейчас в данном случае уже готовая. Вот. Как вы видите вверху у нас небо, верхний потолок неба у нас очень смазанный. Как и низ очень смазанный. Вот. Ну нам в принципе нужен только верх. Только потолок. Низ нам не нужен. У нас отсекается. Так продолжим работать в фотошопе. Что нам для этого нужно? Нам нужно создать текстуру, которая будет правильно накладываться. И вообще никакие манипуляции. Применение разных различных модификаторов. Он в раб, он в мапах и так далее. Все это ничего вам не поможет. Поверьте моему опыту. Вот. Конечно более профессиональный, кто сильнее владелец CDS Max сможет такое сделать. Но как-то проще ее сделать. Саму текстуру изначально подготовить. Итак, что нам нужно? Первым делом давайте мы с с вами включим направляющую. Делаем с вами горизонт. Делаем горизонтальную линию. Открываем просмотр и создадим новую направляющую. Давайте мы поставим с вами на горизонт нашу направляющую. Вот таким способом. И отделим наш горизонт от нижней части. Вот. Теперь мы с вами сделаем дубликат нашей картиночки. Создадим дубликат. Вот. И будем работать с нашим дубликатом. Восходник пускай пока остается. Так. Переходим в вкладочку обрезать. Вот. И обрезаем верхнюю часть. Стараем только нижнюю часть. Сейчас я включу привязки. Вот. Чтобы они у нас прилипали к нашему направляющей. Так. Готово. Вот. Мы с вами обрезали верхнюю часть. Нижнюю часть пока нам не нужна. Вот. Смотрим с нашим изображением. Какое наше изображение 2048 на 496. Здесь у вас будет включено сохранять пропорции, масштаби, растили и так далее. Мы эту галочку снимаем. Вот. И здесь мы с вами пишем. Запоминаем это число 496. И сейчас писаем верхнее число 2048. Применяем и получаем такое-то изображение. Следующим этапом нужно будет нам сжать верхнюю часть нашей картиночки. От этого откроем фильтр. Искажения. И включаем полярные координаты. Видим, что у нас произошло такое-то сжатие. Ставим верхнюю галочку прямоугольные в прямые. Нажимаем да. Как видим, что у нас получился такой интересный шарик. Вот. В данном случае посередине у нас это и есть небо. Вот. То, что у нас получается в нашем 3ds Max в данном этапе. Давайте мы его немножко изменим. Можно использовать разные инструменты и штампы. Я использую восстанавливаю всю кисть. Нажимаем Alt. Копируем какой-нибудь вместе и начинаем с вами делать зарисовку нашего верхнего изображения. Немножко мы с вами порисуем здесь. Как бы дела каждого, как это все делает. Каждый умеет владеть своим. Также это можно делать и в Paint и так далее. Кто с чем научился, приучился работать. Вот. Что лучше использовать, это желание каждого человека. Итак, когда мы все закончили, мы применяем фильтр, искажения и опять-таки полярные координаты. Ну, здесь ставим галочку полярные координаты прямоугольные и нажимаем да. Видит, не верхняя часть нашего изображения сильно изменилась. Вот. И применяем опять-таки изображение, изменяем размер. Размер изображения здесь ставим 496, которое у нас было. Так, изображение у нас готово. Давайте мы с вами вернемся, копируем и вставим на место, которое здесь было. Вот таким вот. Все. Мы с вами создали. Если в каком-то определенном случае вам нужен низ нашего изображения, вот, те же самые процессы нужно проделать внизу. Вырезать нижнюю часть. Вот. Вниз то, что нужно сделать, это... Сейчас я создам изображение декад. Вот. В данном случае, если вы будете работать нижней частью изображения, так же самое, когда мы сделаем с вами обрезку, вот. Нужно изображение отразить по вертикали. Вот. Здесь есть повернуть холст, отразить холст по вертикали. Вот. И проделываем те же самые операции. Опять мы изображение. Размер изображения выдвигаем. Запоминаем 278. Применяем. Вот. И теперь здесь также применяем фильтр. Полярные координаты, искажения. Ставим галочку прямоугольные в полярные. Вот. И так же все то же самое повторяем, что мы делаем перед этим. Вот. Давайте далеко ушли. Будем считать, что у нас это готово. Выполним сведение. Так у нас текстурное готово. Удалим направляющие. Они нам больше не нужны. И ее сохраним в какой-нибудь отдельный файл. Так. Сохранить карту. И давайте с вами на рабочий стол назовем на пыль будет цифра 1. Пусть даже в формате JPEG. Также можно поставить и другие форматы. TGA, PNG и так далее. Вот. Давайте мы сейчас с вами сохраним формат TGA. Вот. И делаем внутривти двухбитное изображение. И так готово. Теперь мы с вами запускаем 3ds Max. Вот. И применим нашу текстурку, которая у нас с вами получилась. Вот она наша текстурка. Как мы видим, вверх у нас выронился, пропало искажение. Вот. Низ у нас остался, но нам не нужен этот низ. Вот. Она была на верхней части.